Формально, ну, то есть, ответ на твой вопрос такой, будет ли там что-то, ответ, что-то может быть, что-то нет, то есть ответ, ну, как бы, смотри, универсиад составляет разные люди, то есть это не один человек, который централизованно продумывает, ну, как экзамен, вот, допустим, экзамен продумывает, как правило, несколько людей централизованно, а универсиада, она такая более, там выше дисперсия, и, грубо говоря, там, ну, пригласили, там, кого-нибудь, кто там уехал, кто там был выпускником, там, вышки или там МГУ, уехал там куда-то на PHD, связанное с эконометикой, вот, там приглашают, слушай, можешь придумать задачку? Он говорит, да, говорит, могу, вот, и придумывает задачку, но больше разнообразия, и поэтому там, ну, выше риски, да, то есть там есть некая формальная программа, которая ограничивает, но из-за того, что составляют разные люди, там разное качество задач и разные темы, то есть бывают какие-то совершенно, вот, ну, стандартные, бывает что-то более, там, из теории игр там попадается, или, ну, то есть, на мой взгляд, хорошие, то есть, мои представления, что хорошие задачи для универсиады, это когда у тебя надо мало знать, но хорошо уметь думать, да, что ты при небольших вводных, тебе рассказывают вводную какому-то нового сюжета, и тебе, грубо говоря, ничего не надо знать, кроме, там, мата ожидания дисперсии, ты уже побежал, и вот, там, гениальное свернул и выиграл, вот, на мой взгляд, олимпиадные задачи должны быть красивые, сложные ни технически, ни набором знаний, что вот, а ты не знаешь, там, теорему Васи Пупкина, вот, ты проиграл, ну, то есть, на мой взгляд, есть хорошие и плохие олимпиадные задачи, ну, они могут быть корректными, но, вот, с моей точки зрения, хорошая задача там, где нужно поменьше знать, но для какого-то чего-то хитрого додуматься, вот, ну, ответ на твой вопрос, поскольку задачи ставят разные люди, то, то есть, совершенно разные, то есть, ну, как бы, ищут, приглашают, там, вот, а ты согласен ставить задачу? Ну, говорит, да, говорит, у меня, вот, есть на примете клевая, красивая задачка, вот, поэтому ответ на вопрос, что это такая большая лотерея, может быть, и кусочек из тигров, может быть, и кусочек из, там, чего-то пространственного, ну, то есть, формально у тебя, там, тема пространственной экономики нет, ну, как бы, если я, там, фанат пространственной экономики, у меня попросили ставить задачку, ну, я минимальную вводную напишу, и welcome. Ну, если еще есть вопросы, то спрашивайте, значит, я попробую построить свою, ну, то есть, я думал, что вот можно успеть, я подумал, что минимум, который мы реально можем прокачать за несколько раз, первый сюжет, это мы можем немножко прокачать, посмотреть пилимы, пределы по вероятности, посмотреть, что вот они в разных задачах, это хорошо уметь. Второе, что можно немножко, это про стационарные аримопроцессы, потому что там немного теории, и, ну, она легко берется, ну, и потом, конечно, я готов ответить, если кто-то там, я решал такую задачку и не понимаю, да, то я, конечно, тоже готов ответить, ну, попробуем, может быть, еще что-то успеть, ну, вот план пока такой. То есть, если есть встречные предложения, то welcome, но, еще раз, поскольку это сильно диверсифицированное мероприятие, это не один человек согласованно составляет, что ага, вот у меня такой план, две задачи будут на, там, нет максимального правдоподобия, три задачи будут на, там, не знаю, двухшаговое МНК, тут баланс. Нет, она очень часто несбалансированная, но, мне кажется, для универсиада это норм. Вот. Причем иногда, мне кажется, настолько смешно бывает, что, видно, задачу составлял один человек, а решение писал другой, другой, и человек, который составлял задачу, он имел в виду хитрый трюк, а тут написал решение, этого трюка не заметил, даже в официальных решениях, ну, я покажу там про Ариму, хотя бы не я составлял, но я вижу трюк, а тот, кто решал, писал официальное решение, не заметил. Вот. Поэтому, там, еще раз, очень разные составители, более того, составитель и тот, кто выкладывает решение, не всегда одно и то же лицо. Вот. Ну, что, понеслась или еще вопрос есть? Да нет, давайте тогда. Хорошо. Значит, смотрите, давайте возьмем универсиаду прошедшего года. Ну, я имею в виду очный этап. Давайте я, на всякий случай, скину ссылку. Ну, как бы, я надеюсь, что вы можете догадаться, где она живет. Так, копи-линк локейшн, и я тут чатик скину. Ну, как ни странно, она вот где-то там. То есть, доходите на универсиаду, это последнее, там решений нет, но давайте мы что-то обсудим. Значит, предел по вероятности. Что про него надо знать? Давайте я быстро-быстро-быстро-быстро минимум теории. Теория про предел по вероятности, про probability limit. Уже нужно знать первое, что он наследует свойства обычного предела. Наследует свойства обычного предела. Ну, а именно какие свойства он наследует? Что какой-нибудь предел по вероятности, какой-нибудь последовательности, там, xn плюс yn, оно, конечно, обязано равняться предел по вероятности xn плюс предел по вероятности yn, если обе части существуют. Ну, аналогично с суммой, произведением, делением, аналогично с непрерывными функциями. Предел по вероятности какой-нибудь f от xn равняется f от предела по вероятности xn, если f – это непрерывная функция. Значит, это первая хорошая вещь про предел по вероятности, что он выдерживает дроби, то есть не только сумму, сумму-то и матожда не выдерживает, давайте даже здесь напишем умножить, чтобы вот это важнее, да, важнее. Сумму-то ее все выдерживают, а вот произведение и деление не все выдерживают, хотя и сумму тоже. Вот. Второе – это закон больших чисел. Ну, причем закон больших чисел даже для зависимых величин. Даже для зависимых, ну, как-то вот у нас, я, кстати, не очень знаю иногда, почему у нас сформулируется закон больших чисел для независимых, а у нас сформулируют для слабозависимых, да, он все равно действует, да. Закон больших чисел говорит, что если, да, там, ну, давайте постановку, к которому вы привыкли, что если иксы-то независимы и одинаково распределены дисперсией иксы-то, равной какой-то константе, то предел по вероятности икс-среднего чему равен? Ожиданием. Ну, конечно, он равен от ожидания от иксы-то. Вот. И тут же верно, и боль, и вот это, я что-то как не знаю, тут обобщение дешевое. И доказывается оно несложно, и не буду доказывать, ну, я просто его напишу, поскольку это особенно важно для случайных процессов, где сегодня, конечно, коррелировано с завтра в случайных процессах, ну, откуда там иксы-то независимы, да. Вот. Обобщение достаточно дешевое, что если иксы-то не очень сильно зависимы, то есть зависимость убывает, когда в момент времени становится отдаленным в прошлое, то есть требуется, чтобы, если дисперсия любого... Даже они могут быть по-разному распределены, да. То есть даже у них могут быть разные дисперсии. Если дисперсия иксы-то меньше какой-то константы С, ну, то есть существует какой-то С общий для всех, да, который ограничивает дисперсию. Если что, если матождание у них у всех одинаковое, и ковыриации даже могут быть не нулевые. Главное, чтобы ковыриация между двумя наблюдениями стремилась к нулю, когда расстояние между наблюдениями стремится к бесконечности, да. Даже вот так вот можно сказать, то все равно предел по вероятности от иксы-среднего это матожидание от иксы-то. Вот, то есть на самом деле закон больших чисел, он проявляется и для зависимых величин. Такая очень удобная штука. А можно спросить, это же типа про эргодические процессы, если мы говорим про случайные процессы. Ну, то есть это свойство, когда у нас в среднем сходится значение процесса. Ну, конечно, это связано с эргодическим, но здесь все корректно сформулировано. Ну, да, я понимаю, да. Вот, ну, наверное, это вот, да, из этого, в частности, следует то, что в эконометрике там часто применяется и часто спрашивается, что если у меня, ну, вот, если наблюдение, ну, то есть это вот следствие, да, самое применимое, если наблюдение, это случайная выборка, случайная выборка, ну, и причем у меня там ограничена дисперсия x-итого конечной дисперсии, y-итого конечной, да, дисперсия x-итого конечной дисперсии, y-итого конечной, да, то тогда плим какой-нибудь бета с крышкой, ну, какой-нибудь сумма x-итая минус x-средняя на y-итая минус y-средняя, деленное на n. Этот плим, конечно, мне дает ковариацию x-1 и y-1. То есть это такой частный случай, закон больших чисел. Ну, что, нормально? Это все, что нам от него надо знать. Да-да-да. Какой-то вопрос или просто шум? Это нельзя ли увидеть из свойств, просто из того, что вы до этого написали, это что же следует? Понятно, я говорю, да, это следствие. Естественно, это следствие. Потому что мы просто введем вот эту величину, ну, раскроем скобки, то есть как доказать, конечно, это следствие из, ну, даже вот из независимого, да. Вот это обобщение. Обобщение. Вот это следствие. Да, конечно, это следствие. Ну, просто раскроем скобки и в числителе дважды применим закон больших чисел. Там одно для сходимости среднего x, среднего y и среднего x, y и t. Три раза применим из b-ч и получим результат. Так, а, или мне надо... А, нет, тут надо еще, надо тут еще все-таки, извините, тут еще нужна дисперсия x и t, y и t тоже нужна, да. Там же будет x и t, y и t перемножать все технически, чтобы корректным быть. Надо еще иметь в виду. Ну, имейте в виду, что зачастую в универсиаде, мне это не нравится, но с Эляви там бывают не очень аккуратно поставленные вопросы. Ну, как бы, то есть вот вполне такое, что что-нибудь какую-нибудь предпосылочку, ну, конечно, с чего-то могут не прописать, ну, тогда надо не бояться и сказать. Я дополнительно предполагаю, что дисперсия конечная, и у меня это там большая часть. Вот, то есть, ну, бывает такое, некоторые шероховатости, неаккуратности. Ну, это понятно, как бы, такой добровольческий проект, вот, где добровольцы говорят, сможешь составить, он говорит, смогу. Естественно, составить ли никакой оплаты за задачи нет, поэтому иногда, ну, бывает, ну, как бы, не скажешь потом, да, там, а чего ты, ну, тебе там заплатили, а ты какую-то предпосылку, да. Вот, поэтому имейте в виду, бывает шероховатости, ну, с Эляви. Ладно, давайте попробуем что-нибудь решить на Плимчик. Так, значит, я открою последние, да, 2020-й, В3, и давайте попробуем, например, задачу, да, прям номер один, да. Задачу, задача ады, да, там, ну, я быстренько расскажу условия, да, сказано, что Y-крипта это бета на X-итая плюс уитая, да, и дальше мы говорим, что наблюдение – это случайная выборка, как, кстати, это нигде не написано, да, но по умолчанию предполагается, да, наблюдение – случайная выборка, и предлагается следующая оценка для бета-крышкой, 1 на N сумма Y-крытая деленная на X-итая, да, на самом деле нужно, вообще говоря, здесь, если быть строгим, то ввести кучу других предпосылок, да, а вдруг X-итая равновероятно принимает значение 0,1, да, эта оценка просто для конечной выборки с высокой вероятностью не существует, да, на самом деле есть такая проблема в универсиаде, что иногда предпосылки в условии не прописаны до конца, мне это не нравится, но тель-а-вит, такова реальность, ничего с этим не поделаешь, вот, ну, где, например, вот в условии здесь запрет, что X-итая, ну, почему X-итая не может быть бинарно там 0,1, да, ну, допустим, равновероятно, да, естественно, при таких условиях оценка, ну, просто неопределена, да, вот, предполагать нормальность тоже нелогично, ну, не всегда, поэтому, ну, как бы я и скажу из предположения, давай предположим, что какое-нибудь непрерывное распределение, и поэтому с вероятностью 1 оценка существует, предложенная B-стрышкой, да, и вопрос такой, значит, первый вопрос, а, давайте попробуем на оба ответить, то есть верно ли, что B-стрышкой состоятельна, ну, и второй вопрос, B, при каких предпосылках, при каких предпосылках на условную дисперсию уитого при условии X-итая, оценка B-стрышкой эффективна. Ну, что, понеслась или легкий слишком вопрос, как у вас настроение? Прям все очевидно или что-то уже страшно, я боюсь? Ну, второй не так очевидно, мне кажется. Хорошо, ну, давайте, значит, первый, первый, прям, пилим, 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 B-стрышкой равняется, плим, 1 на N, сумма Y-итая на X-итая, да, значит, О, сразу, ЗБЧ, да, ЗБЧ говорит, что-то тут усредняем, значит, плим должен равняться мат-ожиданию от любого слагаемого, ну, давайте от Y-1 делить на X-1, окей? Амасик? Да, да. Вот, дальше делаем такой наш любимый трюк, что мат-ожидание внутри условное, да? У нас есть такой трюк, который говорит, когда функция нелинейная, то можно использовать такой важный трюк, что мат-ожидание от слона при условии ежа, да, это мат-ожидание безусловное от слона. Вот, давайте его используем, значит, мы скажем, что это мат-ожидание от условного мат-ожидания Y-1 плюс… Довесим сюда информацию по X-1, и благодаря этому трюку мы совершенно свободно сможем получить, что это мат-ожидание, а что тут внутри, мат-ожидание от бета X-1 плюс U-1, а нет, я посылал на 1, да, по условию, деленное на X-1 при условии X-1, и внутри стало легче жить, потому что X-1 для меня сейчас как будто бы константа. Соответственно, получается мат-ожидание от бета плюс 1 на X-1, мат-ожидание от эпосилон 1 при условии X-1. А вот это вот у нас стандартная предпосылка для модели со стахастическими регрессорами. стандартная предпосылка, что, соответственно, мат-ожидание от случайных ошибок при условии X-1 равно 0, это предпосылка о экзогенности. На масик, все норм. Вы говорите там… Да, да, но это просто пока… Да, тут получается, соответственно, мат-ожидание от бета плюс 0, это бета. Про эффективность давайте вспоминать. Эффективность тяжело доказывается вот с нуля, прям так. Есть только какие-то теоремы. Какие у нас теоремы позволяют вообще доказывать эффективность? То есть состоятельность – это просто расчет Пелима. Какие у нас теоремы позволяют доказывать эффективность? Но, соответственно, у нас по-хорошему-то для доказательства эффективности есть, ну, наверное, первое – это теорема Гаусса-Маркова. Она говорит про эффективность. Она говорит, что если там тра-ля-ля, если ра-та-та, то бета с крышкой эффективна среди линейных несмещенных. Вот, это первое. Ну, что еще есть про эффективность? Ну, про эффективность есть, что такой факт – есть неравенство Крамера-Рао, неравенство Крамера-Рао, которое говорит, что… Ну, такой я сходу теорию изложу какой-то минимум. Как вообще можно доказывать, что что-то там эффективно? Есть неравенство Крамера-Рао, которое говорит, что если мат ожидания от оценки – это какая-то функция от тета, может быть, оценка смещенной, ну, там, опять же, есть какие-то технические условия на дифференцируемость функции правдоподобия, то дисперсия тет с крышкой, она может быть меньше чего. Может кто-то… Один на информацию Кишера выбрал. Это ты говоришь верно абсолютно для несмещенной, а я прям в общем виде пишу. А, там что-то ожидание было… Да-да-да, тут же штрих от тета в квадрате, деленное на информацию Кишера. Вот, и ты абсолютно прав, что если же от тета – это тета, несмещенная, да, то тогда, конечно, там упрощается до один, ну, потому что производная от тета по тета – это единичка, да, упрощается до один на информацию Кишера. А для смещенной оценки там вот такой факт. Вот, и я чуть-чуть загляну в доказательство, поскольку оно позволяет понимать, а когда равно, а равно – это означает эффективность, да. На самом деле доказательство основано… Его как-то вуалируют, я не знаю, почему власти скрывают, но на самом деле доказательство очень прозрачное. Доказательство устроено следующим образом. Ежу понятно, ну, это называется неравенство Каши Буниковского по-русски и Каши Шварца по-английски, да, неравенство Каши, ну, не знаю, давайте в честь нашего напишем Буниковского, ну, можно-то с таким же успехом сказать Каши Шварца. Вот, я быстро поясню, и, соответственно, у нас будет два инструмента для доказательства эффективности. Корреляция в квадрате меньше, чтобы равна единице. В частности, из этого факта следует, что… Ну, это одно и то же на самом деле, что ковариация между любыми двумя случайными величинами, что бы это ни было в квадрате, меньше ли бы равна дисперсия одного на дисперсии другого. Окей? Все норм? Ну, да, это как излиналожек, по сути. Ну, конечно, да. А дальше вместо икса берут с крышкой, а вместо икса берут производную функции правдоподобия dL, O, d, θ. И поэтому ковариация квадрат тет с крышкой и dL, d, θ, она меньше ли бы равна дисперсии тет с крышкой на дисперсию dL по d, θ. Вот и все доказательства. А дальше вот эта вот, это информация Фишера, а вот эта вот для несмещенной оценки будет один, а для смещенной оценки это как раз будет G' от θ в квадрате. То есть осталось, конечно, я так набросок доказательства сделал, но тем не менее. Вот уже видно неравенство Каши-Шварца, Каши-Буниковского. И сразу следует ответ. А когда равенство? Когда граница достигается? Ну, оценка совпадает, когда с оценкой ММТ получается. Не-не-не-не, подожди, давай, когда равенство здесь будет? Когда здесь, когда здесь один, да? Правильно? Ну, еще раз, когда равенство? Равенство здесь, равенство здесь, равенство тут. Вот у меня, значит, равенство будет. Это не про МНК оценку, это вообще про любую. Еще раз, это не имеет отношения к МНК, это про любую оценку. Теорема Гаусс-Марква, она про МНК оценку, это про любую. Я нигде не говорил вот здесь, что это оценка, чтобы это с крышкой здесь напишем, а здесь вообще говорят, это с крышкой какая-то вообще не МНК. Смотри, значит, чтобы было равенство, корреляция должна равняться единице. А корреляция равна единице, когда случайные величины какие? x и y. Линейно связаны. Да, линейно связаны. Поэтому получается, что ответ такой очень прикольный, что если граница достигается, если дл, о, д, тета и тет с крышкой линейно связаны, детерминистически линейно связаны. То есть это означает, что производное правдоподобие должна равняться какой-то функции альфа, как константа, плюс как константа, умножить на тет с крышкой, которая зависит от выборки. Так, а можно вопрос, почему у нас ковыряться в квадрате равна квадрату производной? Не очень очевидно. Ну, это не очевидно, но надо аккуратно доказывать. Я просто еще раз, я пояснил, что прикольные условия для проверки эффективности произвольной оценки. Это не очевидно. Ну, там переставляется мат ожидания и дифференцирование, и доказывается этот факт. То есть это не должно быть очевидно. Ну, то есть если ты возьмешь из статистики доказательства, ну, возьми любое там доказательство неравенства, Крамер и Рао, я просто набросал его схему, чтобы мотивировать, откуда берется вот такая идея. Что условия, ну, короче говоря, вот это вот абсолютно равносильно тому, что дисперсия тета с крышкой равняется g' от тета в квадрате на информацию Фишера. То есть вот эти два утверждения абсолютно эквивалентны. А вот это проверять очень легко. Взял производную, посмотрел, входит ли туда оценка линейная или не входит. Поэтому вот это easy проверять. Easy проверять. Вот это, это, ну, как, достижение нижней границы. Ну, вот, собственно, у нас есть два факта для проверки эффективности. Окей? Больше у нас ничего нет. Ну, в нашем арсенале, с которым мы выходим. Норм? Все живы? Или все уже отвалились? Все. Хорошо. Ну, тогда давайте в нашем случае. Какой из этих двух фактов нам окажется полезен? Ну, поскольку тут ничего не сказано про распределение, функцию правдоподобия, это я просто два факта про эффективность выписал, да? А в этой конкретной задаче, ну, я какой-то ликбез повторять теорию буду, но, ну, так, по мере сил, ну, осознавая, что у нас там всего две встречи перед универсиадой, и мы особо глубоко в теории не будем, ну, просто так, как эффективность проверять? Либо теорем Гаусса-Маркова, либо неравенство Раума-Маркова. У нас не было других теорем про проверку эффективности. Вот. Ну, что здесь остается? Чем будем проверять? Ну, видимо, первый. Ну, видимо, теоремы Гаусса-Маркова. Тушкунского продукта подобия не дана. Нет закона распределения эпсилон. Ну, хорошо, значит, надо первый. Но она же только для МНК оценок. Значит, надо увидеть в нашей оценке оценку МНК. Все. Смотрим на нашу оценку и говорим, ба, да это МНК. Значит, все, что нам осталось, здесь у нас было всего два мяча. Один не работает. Остался один короткий меч. Теорема Гаусса-Маркова. Ну, давайте, значит, коротким мечом вражеского гладиатора забьем. Значит, наша оценка, она имеет вид 1 на Н сумма Y и Т X и Т. Вот. А с другой стороны, мы знаем, что вот когда строишь регрессию, вот, значит, давайте тут Y и Т равно когда строишь какую-то регрессию, да, ну, давайте я тут напишу. Сейчас, что бы мне тут хочется. Давайте я буду строить регрессию Y и стильды на X стильды. Чтобы не путать те иксы и те иксы. Давайте я буду строить регрессию Y и Т стильдой бета с крышкой на X и Т стильды. Да, вот если я строю регрессию каких-то Y на какие-то иксы, то я знаю, что МНК оценка имеет следующий вид. Бета с крышкой равняется сумма Y и Т стильдой на X и Т стильдой деленная на сумму X и Т стильдой в квадрате. Правильно? Согласны? Да. Ну что ж, а теперь осталось придумать связь между ними и увидеть, что это одно и то же при некотором выборе тильдованных X и тильдованных Y. А можно еще раз то, что справа было объяснить не совсем очевидно? Вот это? Да, да. Ну смотри, два факта, которые полезны. Ну как бы готовые МНК оценки. Готовые МНК оценки. Нам надо знать готовую... Сейчас я перейду на следующую страницу. У меня это кончилось. Ну, короче говоря, надо увидеть одно в другом. Увидеть, о, да это вот одно в другом. Значит, давайте напишем готовые МНК оценки. Что нам надо знать? Если модель парной регрессии, то про модель парной регрессии и хорошо бы знать, что бета-2 с крышкой это сумма хит минус х средняя на уит минус у средняя на сумму хит минус х средняя в квадрате. Это А. б для частного случая, когда у тебя бета-1 с крышкой нет, когда у тебя модель у с крышкой равно бета-2 с крышкой хит, вот такая модель, то в этой модели бета-2 с крышкой как упрощается? Ну, собственно, если просто проминимизировать по бета-с крышкой сумму уит с крышкой минус бета хит в квадрате, если решить эту задачу минимизации, то окажется, что решение точно такое же, только без центрирования. Сумму хит уит на сумму хит в квадрате. В. Нужно знать также готовую ситуацию без бета-2 упрощения. у с крышкой равняется бета-1 с крышкой на единичку. В такой модели МНК оценка какой вид имеет? Если нет второго. Средняя? Да, тут будет просто средняя. И G ну, надо знать в общем случае, да, то есть парная, два ход случая парной регрессии, когда мы зануляем один из них. И общий случай, когда Y с крышкой это X на бета с крышкой в матричном виде, то здесь мы получаем бета с крышкой X транспонированная X минус 1 и X транспонированная Y. Вот. Вот 4 случая, формулы для которых готовые надо как бы вот прям, ну, ну, понятно, надо тут как университет, это добровольное дело, поэтому тут надо не совсем применимо. Ну, вот, а ускоряет там хоть сложные задачи, о, я сразу отсюда стартую. Борис Борисович, там получается там же гидроскетастичность, то есть у нас МНК оценка неэффективна, но эффективно как бы ввесованная МНК, и то есть... Я к этому уведу, что я хочу увидеть, что это МНК для других переменов. Да, конечно. Можно ввести такие, чтобы суммы были равны. Конечно, конечно, именно я к этому уведу. Так, ну что ж, значит, это был такой ликбез, что дальше пойдем? Дальше вернемся к нашей задаче, да? Я знаю, что МНК эффективна, когда, ну, есть теорема Гаусса-Маркова, которая мне гарантирует эффективность. Соответственно, если у меня Y и Т равно бета на плюс у и Т, да, вот у меня, давайте тут какая-нибудь тильдованная, да, вот тильдованная. И, а нет, давайте в нашем случае у нас, я к исходной скажу, что у меня гетероскедастичность. И вот дисперсия у и Това при условии икс и Т, это какая-то сигма квадрат и Т, да? То мне теорема Гаусса-Маркова говорит, вот здесь оценки МНК неэффективны. Но если я поделю все на сигма и Т, Y к ИТ делить на сигма и Т равно бета икс и Т на сигма и Т плюс у и Т делить на сигма и Т. Дисперсия вот этого уже будет равна единичке, правильно? Когда я поделил на сигма и Т. И поэтому для этой модели, для этой модели МНК оценки вот здесь эффективны. А вот здесь МНК оценки неэффективны. Потому что здесь у меня гетероскедастичность, а здесь у меня гомоскедастичность. Хотя, по сути, эквивалентная модель, если в терминах просто по-разному записаны. Ну а как здесь выглядит бет с крышкой МНК для второй модели? Она выглядит как сумма Y и Т икс и Т на сигма квадрат и Т деленная на сумма икс и Т на сигма квадрат и Т. То есть вот эта оценка является эффективной при... Ну, в общем, вот это эффективная оценка. на МАНО. Да. Ну а теперь смотрим на нашу. Наша оценка кандидат. Наша оценка кандидат. Кандидат. Она имеет вид... Я уже забыл. Один на Н сумма Y и Т на икс и Т. Ну вот надо увидеть одно в другом. Давайте смотреть. Явно, что... Давайте находить общие кусочки. Смотрите, Y, вот он, Y только один. Проще за него зацепиться. Вот, зацепляемся за Y. Смотрите, зацепились за Y. Соответственно, что я вижу? Я вижу, что вот эта сумма, она обязана равняться вот этой сумме с точностью до константа. То есть, чтобы эти оценки совпали, чтобы наша оценка была эффективной, по Y я увидел, заметчил суммы. Это должна быть одна и та же сумма, но только в этом случае. Вот, соответственно, получается, что сумма Y и t, деленная на x и t, равняется с точностью до константы, потому что знаменатель тяжело заметчить, тут вообще не видно суммы, она куда-то упростилась, но это должно равняться сумме Y и t, x и t на σ2 и t. Ну, что, какие мы можем предложить? Кто-нибудь может предложить? 1 на x квадрат там, наверное, ну, да, мысль такая, давайте в качестве, то есть догадка какая возникает, догадка возникает, как заметчить вот эти две суммы? Кто-нибудь может предложить какое-нибудь sigma и t, ну, и какое-нибудь c, чтобы заметчить эти две суммы? sigma и t, просто x. Да, sigma и t, просто взять и кукурить, да? Ну, это догадка, да, как бы, ну, а вдруг, да, вот, ну, с таким же успехом можно взять там константу умножить, да, то есть здесь, ну, можно как вариант 1, там, да, и тут, что тут будет, соответственно, 1, а тут x и t, да? А, Масик, заметчили? И проверяем, а то мало ли что, может, там со знаменателем не сойдется. Проверяем догадку, то есть это как бы пока еще все еще догадка. Проверяем. Значит, наша бета с крышкой равно сумма, самая эффективная, которая, она равна сумма y и t, x и t, деленная на сигма квадрат, ой, не туда написал, и, квадрат и t на сумма x и t квадрат на сигма квадрат и t. Проверяем нашу догадку. Это наша догадка. Жух, подставляем. Сумма y и t на x и t, а тут сумма единичек. Включаем сумма y и t на x и t деленная на n. У-ху! У-ра! Соответственно, предложенная оценка бета с крышкой равная 1 на n на сумму y и t x и t эффективна при дисперсии и при условии x и t равном x и t и и так. Нормасик. Боремся дальше? Да, давайте. Давайте решим, попробуем затащить задачу 2. Задача 2 про две ошибки измерения. А там еще пункт v, там вроде очевидно более-менее. Очевидно совершенно. Да, да. Там совершенно не очевидно. И вот мне кажется, пункт v, ну честно, не достоин универсиады. Там совершенно не сказано, как оценивается, ну то есть ответ там зависит очень сильно от предпосылок, которые используются. Ну то есть можно пообсуждать, но он такой, ну то есть я могу обсуждать любую задачу, но здесь в данном конкретном случае, пункт v, там спрашивается, а будет ли эффективна оценка доступного обобщенного МНК. Ну и как бы там очень сильно зависит от предположений, от числа параметров. Но грубый ответ там будет звучать так, но я не понимаю, чего хотел автор для от студента третьего курса, какого доказательства или просто размахивания руками на тему, что если там оценивается конечное число параметров, то состоятельность есть при достаточно слабых условиях, а если число параметров растет с ростом размера выборки, ну такое бывает, допустим, я считаю, что дисперсия меняется через каждые 10 наблюдений, там не запрещено такого. В этой ситуации состоятельности не будет, поскольку у меня на оценку каждой новой дисперсии будет приходиться 10 наблюдений и рост N глобально он будет сопровождаться ростом числа параметров, и поэтому что хотел автор в пункте V, какое вот эталонное решение он подразумевал, ну либо он подразумевал просто какую-то фразу а-ля размахивания руками, типа там число параметров допустим, что конечно, и поэтому тогда все хорошо. Ну то есть я не знаю какой уровень аргументации здесь можно ожидать от ну если не уходить во что-то жесткое, не дописывать самому полусловия. Ну вот есть такое в универсиаде, ну просто не знаю что с этим делать. Просто написать, что если все нормально с количеством параметров, то все состоятельно и показать по климаму. Да понимаешь, пилимам ты тут очень тяжело докажешь. А тут реально ну почему если не смещённая оценка сама по себе оценка это атомсы. Ну проблема будет в том, что окей, ты докажешь, что то есть если ты ну ну попробуй попробуй дома поделать и ты столкнешься, что тебе надо будет считать неприятной штуки, то есть я объективно ну то есть если мы предположим, что с ростом n ну то есть вот такое предположение ввести, да, предположение ввести, ну и то будет мало, да, что пилим от сигма квадрат с крышкой сигма квадрат крышкой она строится по n наблюдениям, да, а вот здесь x и т, да, вот это важно, я предположу, что филимит с сигма квадрат от x и това, да, функция от x и това, ну при таком предположении наверное можно пройтись, ну надо где-то его взять, где в условии вот то есть я вот как ну то есть я как бы не составитель, мне краснеть нечего, поэтому иногда бывает все предпосылки прописаны, иногда нет, ладно, давайте задачу два попробуем здесь с этим удачнее, значит есть ой у со звездой который равен бета x и т это к задаче один пункту v v вот значит есть в задаче два у и т со звездой которая равна бета x и т со звездой это истинная истинная связь это истинно вот а дальше у нас есть x и истинная 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 давайте я лучше а и b напишу а то писать там скобочки один долго x1 со звездой плюс эпсилон а и есть x и t b которые x и со звездой плюс эпсилон b и соответственно предполагается что значит все вот эти ошибки все эпсилон и t а все эпсилон и t b они независимы между собой и вообще говоря опять же нигде не написано но подразумевается что они еще независимы с x я понимаю что наличие таких предпосылок вас все больше и больше пугает куда мы ввязались вот еще они вот эти вот независимы с x и тем со звездой и еще мы знаем что еще мы знаем по условию я буду красненьким отмечать что надо додумывать и еще по условию знаем знаем дисперсию эпсилон и това а она сигма квадрат а и она больше чем дисперсия эпсилон и това b которая равна сигма квадрат b норм что дано есть дано все хорошо здесь чтобы удобно было ну и предлагается куча вариантов просто оценить последовательно использую ну то есть там варианта три да да кажется три варианта давайте попробуем значит что предлагается есть три варианта три оценки бет с крышкой три оценки бет с крышкой ну давайте я попробую из них два реализовать а третий дома доделайте вот давайте попробуем просто оценить регрессию y и тс звездой как бет с крышкой вариант альфа просто регрессию на первую на x и т а ну такой простой вариант ну и понеслась сразу бет с крышкой равняется оно равняется сумма y и тс звездой на x а деленное на сумму x соответственно на x соответственно а в квадрате аюшки да почему по x и т а вы же первый пункт избрать давайте побоять и типа бетон потому что не сперва меньше ну давай на вторую не заметил да там просят на вторую ну как бы результат будет такой же ну поехали плим бет с крышкой равняется плим сумма y и т на x и т b на n сумма x и т b в квадрате на n плим уважительно относится к дробям плим дроби равен дроби плимов поэтому у нас получается здесь ну в общем плим ушел наверх плим ушел вниз плим суммы y и т со звездой x и т b на n плим сумма x и т b в квадрате на n соответственно что получается здесь получается сумма мат ожидания от y1 со звездой x1b здесь получается мат ожидания x1b квадрат ok вот это первый вариант опять же смотрите условий нигде не сказано что там такая регрессия или парная я вполне могу прочитать условия что там написано оценивается регрессия ну раньше было хорошо когда было очно то все клево там пришел спросил а что тут имеется в виду да а вдруг регрессия с константой регрессия с константой ну что не написано с константой но и без константы написано оценивается регрессия y со звездой по x2 чего имел ввиду автор ну когда очно то все новым а так не знаю будут прокторы такое ну я надеюсь там можно будет задать вопросы они будут передавать как-то вот как поменяется ответ если регрессия с константой давайте такой вопрос как поменяется ответ я строю регрессию не просто на я показал как без константы а что изменится когда с константой ну формулку надо будет подставить ну да будет другая бета с крышкой до бета с крышкой в игры то есть если я буду оценить эти на следующей странице у нас кончилось вот если я буду оценивать регрессию y со звездой с крышкой как бета-1 с крышкой плюс бета-2 с крышкой x и тб да у меня бета-2 с крышкой будет равняться сумма там сумма x и тб минус xb квадрат ну и тут вот y со звездой и ё-моё зачем они звезду навесили на x и на y было же хорошо просто икса нет а со звездой есть ну ладно навесили навесили вот ну и соответственно в этом случае пилим бета-2 с крышкой он бы равнялся к вариации y-1 со звездой x-1b на дисперсию x-1b и на мана ну да вот соответственно в этом случае если регрессия с константой я получаю к вариацию от бета x-1 со звездой x-1 со звездой плюс эпсилон b первое деленное на дисперсию с один со звездой плюс эпсилон эпсилон чем 1b и у меня получается этого с этим это дисперсии x1 со звездой а получается бета на дисперсию x1 со звездой а здесь получается а я написал посылку да я написал что то низ и x со звездой независима поэтому вот деленное на дисперсию x1 со звездой плюс сигма квадрат b вот получается такая оценка а в случае если я строю ударную регрессию то есть без константы до лучей регрессии без константы то же самое только эксперт от квадрата ну да блин ну как бы сложнее да я же не знаю какой там эксперт квадрат не да блин бета 2 с крышкой равнялся мото ждание от y1 со звездой x1 b нам от ожидания x1 b квадрат но опять же и мото ждание ошибок 0 ну в общем здесь немножко более громоздко выходит чуть более так хорошо давайте попробуем сложненькую которая двухшаговая мнк есть двухшаговый да оценить потом в качестве сейчас потом оценить а нет здесь нет двухшагового мнк здесь есть оценить на среднее арифметическое и оценить на и взять среднее арифметическое от оценок ну соответственно чем у меня получится если я возьму бета с крышкой равная давайте вот эту бет крышкой назовем давайте вот эту бета с крышкой назовем бета с крышкой b если я возьму соответственно бета с крышкой как среднее арифметическое бета с крышкой а плюс бета с крышкой b то она будет ну это бета с крышкой c да то племется бета с крышкой c у нас к чему она конечно племется к одна вторая плем суммы равен сумме племмов поэтому я радостно могу сказать что здесь бета дисперсия x1 со звездой а здесь дисперсия x1 со звездой плюс сигма квадрат а ну а здесь то же самое бета дисперсия x1 со звездой на дисперсия x1 со звездой плюс сигма квадрат а вот это у меня один плем ну попробуйте второй дома найти если я строю плем на среднее арифметическое и сравнить какой из них в пределе окажу оказывается ближе к оказывается ближе к оказывается ближе к бете можно уточнить а вот здесь мы все-таки разбираем вариант когда была константа а в случае без константы это вы можете пускать примерно что там дальше делать что дальше делать без константы ну ввести их поскольку ничего не сказано ну то есть я понимаю вот как бы что автор имел ввиду с константой потому что здесь как бы ну смотри давай давай вот это раскрутим без константы вариант вариант без константы например сам первом сам первом случае ну как хочу я могу сказать значит без константы ну давай подставим y1 со звездой x1 b деленное нам от ожидания x1 b квадрат еще раз бывает такое что условия не дописаны ну мы мы ничего с этим не попишешь вот подставляем получаем бета на x1 со звездой на что на x1 со звездой плюс епсилон один b деленное на мат ожидания квадрата да что тут будет тут будет давай скажем что это будет сейчас как бы нам ее элегантно ну ладно давай средний уйдет средний уйдет там уйдет мат ожидания x1 с квадрат плюс два мат ожидания x1 со звездой эпсилон один то там b плюс мат ожидания от эпсилон один b квадрата вот соответственно чё тут будет тут будет бета на мат ожидания x1 со звездой в квадрате плюс мат ожидания от x1 со звездой на мат ожидания от эпсилон один b заметьте что я воспользовался тем же независимым это в условии день дано вот это я описывал ошибки независимы здесь чего получается здесь получается мат ожидания Х1 со звездой в квадрате плюс мат ожидания от эпсилон 1b квадрат плюс два мат ожидания от х1 со звездой на мат ожидания от эпсилон 1b. Ну, опять же, можно воспользоваться ненаписанной авторами предпосылкой о том, что мат ожидания от эпсилон 1b равно нулю. Ну, хотя ошибка измерения вполне могла бы быть и смещенной. Ну, если воспользоваться этим ненаписанным условием, то получится примерно как в случае с двумя регрессорами константы и иксом. И при этом дополнительном предположении получится ответ бета умножить на мат ожидания от х1 квадрат, деленное на мат ожидания от х1 квадрат плюс сигма квадрат b. Логика решения от этого не меняется совсем. Поэтому без разницы. Ну, да, ну, ну, слушай, да, логика решения не меняется, но когда по ходу решения надо предполагать много вещей, которые не прописаны в условиях задачи, то это немножко грустно. А так да. Ну, тут вообще даже не сказано про стахастические регрессоры, мне кажется, что это тоже не совсем очевидно. Ну, да, ну, да, да. А вдруг иксы... А вот тоже ничего не меняется? Нет, нет, у них ожидания же тогда будут не одинаковые. Клим, тебе надо какие-то предположения про иксы сказать. А почему, то есть, понимаешь, если я скажу, что у меня регрессоры представляют собой какую-нибудь последовательность жесткую, там, не знаю, допустим, 1 на и, да, вот такой вот. И там Клим, потому что у каждого иксы этого у него тогда свое матожидание, у первого матожидание 1, у второго матожидание 1, 2, а дисперсия у каждого икса 0 при неслучайных иксах. И в этой записи дисперсии каждого икса просто 0. И Клим тогда другой. Вот это свойство, что сумма стремится к выборочной ковариации, стремится к настоящей ковариации, это только для случайной выборки, ну, или для слабозависимых. Мы там обобщили немножко закон больших чисел. Но, не, я бы все-таки сказал, что это просто непрописанное условие. Ну, можно, конечно, всегда рассуждать так, о, когда просят Клим, то, значит, предпосылка про случайную выборку. Ну, на то она и универсиада, чтобы прописать. Ну, ладно, не буду я жаловаться. Давайте попробуем еще запилить что-нибудь про Климы, и потом попробуем запилить что-нибудь про случайные процессы. А в следующий раз так. Так, значит, давайте дальше пойдем. Возьмем, скажем, сейчас, где я тут, видно, что-то хорошее. Тут решение иногда есть, но смотрите, прикольно, что решение не всегда самые оптимальные. Так, что-то я где-то тут видел. Вот, давайте попробуем из прошлого года, позапрошлого, да? Позапрошлого года. Давайте попробуем из прошлого года номер пять. Давайте попробуем затащить такую штуку. Это, соответственно, 2019 номер пять. Тоже пилимчики. То есть пилимчики – это такая тема, которая регулярно бывает, поэтому к ним надо быть готовым. Но здесь вот автор чувствуется, пошел по пути. У меня будет все прописано, да? Тут написано, что, значит, Y, хотя маленькие буквы будут писать, Y, IT, V, IT, X, IT – это случайная выборка. Ну, сразу автоматом следует, что они между собой, ну, в смысле, разные наблюдения, независимо, одинаково расстрелены. Дальше скажем, W, IT имеет распределение Бернолли с вероятностью пи. Ну, то есть это означает, что вероятность W, IT, равна единичке, равна пи. И вероятность того, что W, IT, равно нулю, это единичка минус пи. Причем пи – это не 3,14. X и Т – о ужас, да, при условии В, IT, это нормальное распределение с нулевым вектором от ожиданий и ковариационной матрицей Figma. Y и Т при условии X и Т и V и Т имеет нормальное распределение с матр-ожиданием, которое зависит от X и Т и V и Т и, к счастью, постоянной дисперсии сигма-квадрат. Причем M от X и Т и V и Т определяется альфа-0 плюс бета-0 транспонированное на X и Т плюс тау-0. Слушайте, зачем это? Нет, давайте я все-таки уберу здесь параметры. M еще раз в… Ну, по-жиданию. Ну, сейчас обсудим. Давай я допишу сначала. Ну, это номер 5 из… Ну, я не знаю, зачем ему нулевые. Значит, он зачем-то начал нули приписывать. Ну, давайте я как у него напишу, хотя я не знаю, зачем он ввел бессмысленный ноль, транспонированный на X и Т, V и Т. Вот, все, модель есть. Значит, давайте тут скажем, что W и Т – это скаляр. Это, соответственно, ноль один. Y и Т – это какая-то случайная… Тоже скаляр, да? Скаляр. Но он уже принадлежит Р. И из условия нам понятно, что X и Т – это вектор. Ну, принадлежит он какому-то там R. Не знаю, тут не написано… А, нет, написано примерный – RP. Вот. А дальше предлагается несколько оценок. Простенько и посложнее. И надо показать, что оценки там являются состоятельными. Предлагается, значит, две оценки. Т с крышкой. Зачем ему ноль был? Нет, я не понимаю этого чувака. Тау с крышкой – simple и тау с крышкой – complex. Предлагается две оценки. Значит, тау с крышкой – simple – это оценка с помощью МНК в регрессии Y и Т с крышкой равняется альфа с крышкой плюс тау с крышкой – simple – V и Т. Сложная оценка – это оценка МНК в регрессии Y и Т равняется альфа с крышкой – complex плюс тау с крышкой – complex на V и Т, плюс бета с крышкой – complex на V и Т. Сложная оценка МНК в регрессии Y и Т равняется и X и Т равняется. Ну, выглядит, конечно, неприятно. Ну, выглядит неприятно, но вроде я как-то не вижу особых проблем. Ну что, пробуем? Давайте сначала с парной разберемся. С парной должно быть все совсем просто. Что мы получаем? Мы получаем, что tau с крышкой simple – это сумма y и t минус y среднее на v и t минус v среднее на сумма v и t минус v среднее в квадрате. Правильно? Да. Ну и, значит, давайте проверять ее состоятельность несмещенности. Давайте попробуем проверить состоятельность несмещенности. Ну, поехали состоятельность. Поскольку у нас наблюдение представляет собой случайную выборку, то поэтому плимчик от tau с крышкой – это просто… Ну, можно сразу написать, что это будет ковыряться y1 v1, деленная на дисперсию w1. Окей. Ну что, давайте писать. Что такое y1? Давайте из условия попробуем выжать, как вот это вот дожать в ответище. Ну, смотри, что здесь сказано. Давайте я попробую вот это вот страшное, то, что тут написано в условии, переформулировать другими словами. Что здесь написано? Вот это написано, завуалированно написано, что x и t и v и t независимы. Почему? Ну как? Если бы они были зависимы, то здесь была бы какая-нибудь там v, да? Вот. Или здесь было бы там нолик, если v1, и там 5, если v0, да? То есть здесь, на самом деле, когда сказали, что мы отождаем… Ну, закон… Ну, что тут сказали? Тут формулой какой-то, значками понтово написали, что x и v на самом деле независимы. Вот. Я пытаюсь придать какой-то простой, просторечный смысл тому, что здесь записано. Но здесь вот автор явно… Там, статья за кадром, тут автор не поленился переписать все предпосылки. Ну, хорошо, давайте посмотреть, что вот это написано бытовым языком. Можно на всякий случай еще раз повторить всего по поводу верхнего про независимость? Ну, что означает, что величины зависимы? Это означает, что знание одной величины влияет на закон распределения другой. Здесь сказано, что какое бы w я не знал, 0 или 1, закон распределения x от этого не меняется. А, все, все, все. Если бы у меня здесь было написано, что x и t при условии вейта равного единички там распределено нормально 0, там, 8 на единичную матрицу, а там x и t при условии вейта равного 0 распределено там нормально 5. Ну, в общем, короче говоря, если бы от вейта было в правой части, то были бы зависимы. А вейту в правой части нет, они независимы. Да, логично, спасибо. В зависимости величины. Я просто перевожу вот эту формулу на русский язык. И вот эти две, на самом деле, формулы можно было написать в одну, в привычную нам уравнение модели. Здесь написано, если вот записать это привычным языком, то что написано? Написано, что давайте вот здесь напишем. y и t равно, ну, как представляется нормальная сочиненная величина? Ее можно представить как мат ожидания плюс ошибка с данной дисперсией. То есть можно представить y и t как альфа плюс бета транспонированная x и t плюс tau на v и t плюс гамма на x и t на v и t плюс ui и t, где ui и t нормально 0,1, 0 сигма квадрат, извините, и не зависит от x и t, v и t. То есть на самом деле завуалировано, что вот такую формулу имеет y и t. Потому что сказано, что при фиксированном x и t и v и t мат ожидания такое, а дисперсия сигма квадрат. То есть на самом деле завуалировано истинное уравнение модели. Намана? Да. Ну что ж, тогда нам осталось посчитать в плиме, нам осталось посчитать ковариацию y. И мы просто его банально туда чпубонько подставим. Так, хорошо. Давайте попробуем туда чпубонько подставить. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Чпубонько. Ой, так. А, ну у меня все есть. Я на следующей странице перейду. Да, естественно, я записи там скину, все такое. Вот. Но ежели у вас какие-то комментарии там, и если вы заранее напишите там, что разобрать, я попробую подумать, потому что иногда требуется дописывать предпосылки. Здесь вот в этой задаче все чисто. Мне не нравится обозначение, но как бы в плане логики все чисто. Ну, значит, наш плинчик, а Тау с крышкой простой, это ковариация. Ну, и выписываем этого лося. Альфа плюс бета икс и т плюс тау в и т плюс гамма икс и т в и т с в и т, деленное на дисперсию в и т. Ну, поехали. Значит, что мы сразу можем упростить? Поскольку у нас в и т принимает всего два значения 0,1 с вероятностью пи и 1 минус пи, то поэтому дисперсия у такой случайной величины – это сколько? Пи на 1 минус пи. Да, это пи на 1 минус пи. Отлично, знаменатель у нас есть. Это пи на 1 минус пи. Ну, давайте работать с числителем. Константа вообще со случайной величиной не коррелирована. Икс и т мы сказали, что с в и т независимо. Мы это поняли по формульной записи. Значит, получается тау, ковариация в и т с в и т это пи на 1 минус пи. А вот здесь осталось одно интересное слагаемое. Здесь осталось слагаемое, которое вроде бы на первый взгляд мешает. Здесь осталась ковариация гамма тау, гамма транспонированная, икс и т в и т в и т. Вот, осталось вот такое вот слагаемое. Давайте с ним разберемся. Потому что все остальное – это просто. А здесь кажется, ну как, они же зависимы. Вот это и вот это – они зависимы. И это правда, они зависимы. Но ковариация там нулевая выйдет. Но они зависимы. Ну, бывает такое, что зависимы, но ковариация нулевая. Ну, там из одного вынесется квадратия, и из другого тоже. Ну, давайте, да. Вот давайте вот эту ковариацию посчитаем. Только будьте осторожны с размерами. Вот, ну, я не совсем… Ну, как бы автор просто скопировал кусочек статьи. Вот, на мой взгляд, если бы я составлял эту задачу, я бы, конечно, взял бы, что x – это скаляр, убрал бы эти транспонирования, ни на что не влияют. Ну, как бы они эволюруют идею. Да, я хочу посчитать, соответственно, ковариацию от гамма-транспонированной x и t, v и t с v и t. Да, давайте заметим, какого размера, да, этот объект. Вот это вообще, говоря, это скаляр. Да, вот это – это скаляр. Гамма-транспонированная – это вот какие-то идут гаммочки. Там, ну, не знаю, какой-то гамма первая. Гамма там, не знаю, сколько. А, их p. А x и t – это x и t какое-нибудь там первое. x и t, p, да. Вот, поэтому это ковариация. Это есть мат-ожидание от произведения минус произведение мат-ожиданий. гамма-транспонированной x и t и v и t на мат-ожидание v и t квадрат минус мат-ожидание от гамма-транспонированной x и t на мат-ожидание v и t на мат-ожидание v и t. Вот. И повезло, что хотя величины, вообще говоря, зависимы, но капреляция у них нулевая. Да, потому что вот это мат-ожидание 0 по условию. Это мат-ожидание 0 по условию. Это, конечно, вполне себе π, это вполне себе π, и это вполне себе π. Вот. Но в результате получается 0. Масик? Да. Так, хорошо. Давайте попробуем несмещенность проверить. Давайте попробуем проверить несмущенность. Проверим несмущенность. Несмещенность. А, здесь есть такой лайфхак. Да, тут такой маленький лайфхак, который очень полезен. Я его очень люблю. Вот. Есть два лайфхака, которые я люблю. Значит. Вот. Инсперсия к нулю, им это ожидание равно. Ну, то есть она не смещена, а то насостоятельно. Что, 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 что? Если что. А, вы наоборот не смещу, извиняюсь. Мы проверили состоятельность, да. У нас вышло, что вот здесь получилось tau. Мы доказали, что вот эта вариация нулевая. Сейчас по поводу состоятельности. Почему это была состоятельность? Что-то я немножечко задумываю. Мы считали, что клим от tau с крышкой. Считали, считали, считали. Он оказался равен tau. Это называется состоятельность. Окей, хорошо. Просто в ходе расчета. То есть клим от tau с крышкой в силу закона больших чисел выходит на ковриацию в числителе и на дисперсию в знаменателе. И они там сами себе все убраться. Осталось tau. Так, хорошо. Значит, такой лайфхак. Когда у вас есть, значит, tau с крышкой простая. Она сумма y и t минус y средняя на кого? v и t минус v средняя на сумму v и t минус v средняя в квадрате. Есть такой прикольный лайфхак, который говорит, Давайте, значит, по случаю 18 марта. Что у нас было хорошего 18 марта? Лига, что вышло? Что? Да нет, фильм вышел один. Хорошо. Это хорошо. Тогда посмотрим, что у нас тут есть интересного. Ну вот, вот в честь начала правления Каллигулы. В честь начала правления Каллигулы. Правление Каллигулы. Можно сделать такой вот лайфхак. Можно взять и вот здесь зачеркнуть y средняя. Понятно почему? Ну, потому что сумма y средняя на v и t минус v средняя – это ноль. Ну, это такой лайфхак, который позволяет легко рассчитывать, ну, легче считать матождание tau с крышкой простого. Мы снова говорим, используем один трюк, который мы уже обсуждали – навешивание внутри условностей. все v, да? Все v. Вот. Ну, поехали. Значит, что у нас получится? У нас получится следующее. У нас получится… Давайте я перейду нормально. То есть я использую два трюка. Использую трюк с зачеркиванием среднего и использую трюк с переходом к условному матожданию внутри безусловного. Равняется. Значит, сумма с матожданием от ожидания сумма y и t в и t минус v средняя на сумма v и t минус v средняя в условии всего вектора w. Хорошо. Ну, соответственно, тут все с w. W мы сейчас афиксировали. Раз мы w афиксировали, то жизнь стала прекрасна, что это сумма v и t минус v средняя от ожидания y и t при условии всего вектора w делить на сумму v и t минус v средняя в квадрате. Окей. Давайте разбираться с матожданием от y и t при условии v. Поскольку наше наблюдение – это случайная выборка, то для подсчета условного матождания y и t из всего вектора w реально релевантен. Ну, w и t… Конечно. Значит, матождание y и t при условии w и t, да, нет? Матождание. Ну, смотрим на ту формулу, которую нам в завуалированном виде написал автор вопроса. Альфа… Ну, он зачем-то альфа 0 написал. Ну, зачем? Не знаю. Потом все надо с нулями писать. Вот. Вот. Соответственно, значит, бета-транспонирование. Взял бы скаляр и цит, и ничего бы не поменялось в решении. Транспонирование. Цауна в и т плюс гамма в и т плюс у и т равнее. Ну, пошли альфа. Значит, здесь альфа плюс матождание от бета-транспонированное икс и т при условии в и т плюс тау в и т плюс от ожидания от у и т при условии в и т плюс матождание от у и т при условии в и т. Ну, тут тоже начинается техаская резня бензопилой. Мы смотрим. Ну, давай такая… Ну, по отдельности возьмем вот это, да? Мата-ждание от бета-транспонированного икс и т. Поскольку в условии завуалировано сказано, что они независимы. Прикольно, кстати, трюк, когда пишешь черным по белому независимы, то все пишут, о, независимы. А когда так тильды написано, то у меня нет статистики, но я что-то думаю, что далеко не все ее решили. Хотя, если просто было написать здесь, что они независимы, то решил бы больше. Вот. То это просто матождание. Ну, пишет независимы. А это ноль по условию. Отлично. Продолжаем техасскую резню бензопилой. Мата-ждание от уитова-выитова по предпосылкам ноль. Потому что сказано, что при фиксированном выитом, да, матождание от у такое, значит, при фиксированном выитом матождание от у нулевое. И продолжаем техасскую резню бензопилой. Мата-ждание от гамма-тх и т выитая при условии выитая. Выитая, конечно, как известную константу выносим наружу. Включаем выитая. Гамма-транспонированный икс и т при условии выитого. Опять говорим, что матождание заменяем на обычное, потому что они независимы. А обычное матождание у икса снова ноль. Поэтому это тоже ноль. И в результате у нас осталось совсем мало реально объектов, которые здесь нужны. Альфа плюс Тау в и и и и и. Возвращаемся в бой. Все живы или уже тут дефинитии горы трупов как-то? Да тут пока все несложно. Ну и находим матождание от Тау-симпл с крышкой. Значит, это матождание от суммы выитая минус В средняя на альфа плюс Тау в и и и и, деленное на сумма выитая минус В средняя на выитая минус В средняя. Но опять пользуясь тем, что сегодня у нас юбилей правления римского императора Каллигула, 37-й год. Поэтому мы можем сказать, что константы, ну то есть это важный такой факт, который очень прикольно, да, что сумма будет константа на там АИТ минус А средняя, эту сумму можно занулять. Поэтому мы тут что занулим? Вот это занулим, потому что тут Альфа на сумму отклонений. И вот это занулим, потому что тут В на сумму отклонений. И у меня останется матождание от сумма В и и и и минус В средняя на Тау в и и и и. А здесь сумма В и и и и на В и и и минус В средняя будет матождание от Тау, и это будет Тау. Ну, соответственно, простая оценка является несмещенной и состоятельной, то есть даже с пропуском регрессоров. Чем это вызвано? Ну, ответ это вызвано тем, что пропущенные регрессоры не коррелированы. То есть как бы как-то так, что за чудо-юдо произошло? На самом деле никакого чуда. Из-за того, что у нас не включен регрессор, который независим от включенного, то поэтому его можно загнать в ошибку. Слушайте, кстати, я только сейчас понял, что мы это зря все делали, и что сам автор написал какое-то дикое... Ё-моё! Смотрите, как элегантно решалось, да? Ё-моё, я только сейчас понял. Ну, причем даже это автор не понял, он тоже в решении тоже так. Тоже он раскладывает, значит, куда-то стремится. Смотрите, я только сейчас понял, до элегантного решения дошел. Смотрите, прикольно. Смотрите, элегантное решение. Элегантное решение. Прикольно, что автор просто... Ну, по всей видимости, это был кто-то, кто уехал на PHD за рубеж. Вот он там разбирал статью Фридмана. Я думаю так. И обнаружил. Смотрите, как элегантно. Прикольно. Смотрите, можно было сказать, что... У нас по условию сказано, что YT – это альфа плюс бета XT плюс tau VT плюс гамма XT VT плюс UIT. Давайте объявим вот это вот. Я объявляю это буквой UIT звездой. Когда YT равно альфа плюс B плюс tau VT плюс UIT со звездой. Замечаем, что мат ожидания от UIT со звездой при условии VT равно нулю. Все предпосылки стахастического МНК выполнены, поэтому tau VT равно 0. крышкой не смещённая и состоятельная. Вот есть элегантное решение. Чуть я сразу об этом не подумал. Очень красиво. Согнать туда. Но автор задач тоже кто не увидел, он там тоже начинает решение делать. Прикольно. Так. Вот. Поэтому имейте в виду, то есть бывают вот такие чудеса, что авторы задач тоже что-то... Либо решение пишет другой человек, да? То есть, ну, допустим, попросили... То есть, я не знаю, может быть... Не, ну, судя по тому, что тут решение написано на английском... Хотя нет, или тут все решения на английском? А, нет, некоторые на русском, некоторые на английском. Да, из этого следует, что те, которые на английском, это те, кто уехал на PHD, сочиняли задачи и... Да, видите, часть решения на русском, только он часть на английском. Кто-то может даже понять... Может даже иногда... Я иногда даже знаю людей, которые составляли в этом ситуации, не знаю. Но что мне подсказывать, что мог быть Кирилл Пономарёв? Вот. Ладно. Значит, так. Так, давайте пойдем дальше. Давайте минут 10 перерывчик, и потом продолжим. Вот. Я предлагаю такой план. 10 минут перерыв. Лекция... Да-да-да. Чего? Вы выложите запись куда-нибудь? Да, конечно. Да, выложу запись. Куда я ее выложу? Ну, как можно коммуницироваться? Ну, давай я выложу куда-нибудь. Ну, в Академии можно, наверное. Да, я, наверное, закину туда к минимуму ссылку. Да, давай так. Спасибо большое. Перерывчик тогда 10 минут, и потом продолжим. Поним.